Почти всё, чем я когда-либо занимался, за исключением духовного процесса, я делал без какого-либо обучения. Я просто делал это, как будто знал, как это делается. И это всегда срабатывало. То, что люди думали, что я не смогу сделать. Было время, когда я буквально не слезал с мотоцикла. Всегда был на двух колёсах. На четырёхколёсные транспортные средства я всегда смотрел с большим пренебрежением. В автомобиль я бы никогда не сел. Даже если кто-то предлагал куда-то поехать на машине вместе, я всегда говорил, нет, скажите, куда приехать, и я сам приеду на мотоцикле. Потому что сесть в автомобиль с четырьмя колёсами, я это сделал, когда мне стукнет 85. Так что для меня это было совершенно невозможно. В автомобиль сесть я не мог. Я всем говорил, в машину я садиться не собираюсь. Как-то раз мы с друзьями отправились в природный заповедник. Я ехал на своём мотоцикле, а одна девушка ехала на машине с четырьмя пассажирами. Ни один из них не умел водить. А этой девушке внезапно стало нехорошо. Она испугалась, потому что оказалась среди дикой природы, и дальше ехать за рулём уже не могла. Они не знали, что делать. Она сказала, я не могу дальше везти, я слишком устала. Не могу управлять автомобилем в этом лесу. Тогда я сказал, другого выхода не было, иначе нам пришлось повернуться. Тогда я сказал, хорошо, и припарковал свой мотоцикл. Я сказал, хорошо, я поведу. До этого момента я никогда не сидел за рулём автомобиля. Но начиная с самого детства, будь то автобус или автомобиль, или что-то ещё, я внимательно смотрел, как происходит процесс управления. Я просто сел за руль и проехал 90 километров по узкой дороге. До Нагархола, а в то время там была очень узкая дорога. Я доехал туда, припарковал автомобиль и сказал, я впервые за рулём, никогда до этого не водил. И всё не так плохо, как я думал. Я думал, что автомобили — это для тех, кто ни на что не способен. Я думал, что мотоцикл — вот стоящая вещь. Автомобили же для людей с ограниченными возможностями, которые не могут удержать баланс на двух колёсах. Я сказал, всё не так уж и плохо. Они удивились, что ты никогда не водил? Я сказал, нет, первый раз за рулём. Как же у тебя получилось? А чему там не получится? Я видел, как ездят другие. Почти всё в жизни я делал точно так же. Я никогда не проходил никакого обучения. Просто требуется немного внимания. Каждый человек способен на это. Но у людей голова забита старыми накоплениями. Очень много аргументов. Почему это не получится? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok